Вот такие надписи – настоящая головная боль любого предпринимателя. В этом кафе следы вандалов оттирает уже третий раз за лето. На это, даже с помощью специальных растворителей, уходит не меньше четырех часов. Обидно то, признается управляющая рестораном, что труд этот часто напрасный, и через 2-3 недели все повторяется вновь. Сдача усложнится, если краска попадет на фасад исторического здания, каких немало в Самарском районе. Кроме того, что стереть эту краску, нужно подобрать специальный цвет. Если это сложные какие-то загрязнения, то придется нанять бригаду и согласовывать свои действия. Слава Богу, в этом сезоне нам красили только рост в камне, наверное, повезло. Такое, казалось бы, мелкое хулиганство оборачивается немалыми затратами и для коммунальщиков. Раз в неделю им приходится выделять день на то, чтобы устранить граффити. Красят и на втором, и на третьем этажах. И приходится заказывать и механическую руку, чтобы туда достать людей, чтобы покрасить. Поэтому достаточный средств уходит, и достаточно уходит человеческого труда. Самарский район – это исторический центр города. Сейчас здесь активно идет восстановление старинных фасадов. Чистая стена, как магнит для вандалов с баллончиками. За один только обход коммунальщики убирают надписи как минимум с 60 домов. Выявлять их часто помогают сами горожане. Обращение поступает как на твиттер, так и в общественную приемную нашего района. И сотрудники потребительского рынка делают ежедневный объезд района. Надписи на фасадах, не несущие никакой художественной ценности, своим авторам могут еще и аукнуться. За такой вандализм предусмотрен штраф до 8 тысяч рублей. Валерия Макарова, Константин Головин. События.